Записки о колорадского таракана из телеграм-канала за 8 августа. Напоминаю, кроме телеграм-канала, последние 2-3 недели таракан нигде не печатается. Если вы видите где-то в других местах статьи, это писал не таракан. Итак, за 8 августа. А слов зовут во двор для перевозки тяжестей. Латинское. Интересные все же существа люди. Читаю иногда комментарии к собственным материалам в разных местах и не перестаю поражаться полному отсутствию логики в ваших головах. Неужели так сложно подойти к проблеме с другой стороны? Почему после записок у некоторых возникает чувство полной безнадеги? К примеру, вы потеряли кошелек с деньгами. Жить в ближайшее время будете в долг. Грустно? Грустно. А попробуйте посмотреть на эту же проблему с другой стороны. Со стороны того, кто ваш кошелек найдет. И сразу ситуация станет не грустной, а радостной. Не было гроша и вдруг алтын. Я недавно встретился с дайвером, который утверждает, что видел в Черном море лохнесское чудовище. Спустился на небольшую глубину, а там оно. Но, в смысле, плавает и сможет на него, как на обед. Пришлось потом некоторое время лечиться в специализированной больнице. Чтобы больше не встречаться с этой самой Несси. Что-то у него там с кислородом в баллоне было не так. Короче, буду я вам сегодня рассказывать об улучшении жизни у нас и перспективах на будущее. Да-да, вы не смейтесь и не считайте меня родным братом того самого дайвера или соседом по палате в той самой больнице, где он проходил лечение. Я просто буду факты насаживать на шампур логики, как мясо при готовке шашлыка. Раскрою один секрет собственной осведомленности, стимулом для которой стал Павел Климкин. Точнее, его парадоксальное для многих заявление о том, что скоро мы разбежимся по миру. А вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом считают, что за несколько лет примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, а половина там. Почему парадоксальное? Да просто потому, что еще совсем недавно он радовался тому, что украинцы едут на заработки за рубеж и приносят доход Украине своими переводами. В общем, пришлось мне ехать к друзьям из его ведомства. Ну и попутно поговорить с экономистами разными. Буду писать по пунктам. Для простоты восприятия лишенных способностей мыслить логично. Первое. Заниматься восстановлением промышленности никто не будет. Монстры нашей экономики, на которых держались наша промышленность сегодня по разным причинам, отстранены от власти. Значит, да и тех будут по полной программе. А они этого ох, как не любят. Победил Коломойский? Ну да, победил. Только в контрах он с американцами. И какой у нас выбор? Коломойский или американцы? То есть выбора нет. Дальше второе. Квалифицированные работники и молодежь, которые пока нечего терять, будут искать лучшие жизни в ЕС или России. Тут все понятно. Жители западных областей поедут в ЕС, восточных и центральных в Россию. Интересно, что уже сегодня Европа и Россия конкурируют между собой за украинских зарабетчан. Знаете, почему российский президент упростил получение гражданства для украинцев? Думаете, тут главная забота о жителях Донбасса? Не будьте наивными. Упрощенка действует в отношении всех граждан Украины. Включаем голову. Почему в Польшу едет больше зарабетчан, чем в Россию? Да просто все. Безвиз дает возможность приехать в Польшу и 3 месяца спокойно работать на плантациях. Пусть рабом, в скотских условиях, но за нормальную зарплату. Все проблемы с законом там решает работодатель. А в России? Все эти лицензии, виды на жительство и прочая лабуда. Короче, ждем скорого изменения законов по трудоустройству иностранцев. Третье. ЕС, особенно Германия, очень серьезно занимается привлечением украинцев в собственные страны. Тут срабатывает русская поговорка «клин-клином вышибают». Германия, к примеру, привлекая украинцев таким образом, выдавливает арабов и африканцев из собственной страны. А зачем звали? Извините. Кстати, именно активность Германии вызвала панику в Польше. Сколько волка не корми, а усла на органы все равно больше вырастают. Если с Россией поляки еще могут конкурировать в зарплатах, они платят больше, но и расходы у них выше, получаются примерно равные итоговые цифры, то с Германией Польша не справится. Четвертое. На Украине в ближайшие месяцы действительно поднимут среднюю зарплату и все выплаты. Объясняется это просто. Даже в упадочном состоянии предприятие требует определенное количество сотрудников для хотя бы поддержания в исправном состоянии оборудования. Короче, если за столом сидят 10 казаков, а на столе всего 10 галушек, то в каждом лучшем случае достанется по одной галушке. А вот если за этим же столом останется один казак, то... Не наестся, конечно, но десяток галушек все-таки больше одной. Вы когда-нибудь видели автомобили, работающие на спирту? Я видел. Для экологии просто клад, а не автомобиль. Не то, что эти вонючие железяки современные. Единственный недостаток. Водители слишком уж в хорошем настроении возвращаются из любой поездки. Вот так примерно и у нас. Только наш автомобиль на спирту вообще ездить не будет. Зачем какого-то человека лишать счастья? Мне тут тараканушка хорошую мысль подкинула. Не будет толку и от этого президента. У нас, наверное, воздух такой демократично-анархический. Каждый гетман живет по принципу наатамановать и убежать. А ведь права, чертяка. Вот что значит ежедневно общаться с умным насекомым. Ну да ладно. Ждем повышения зарплат и пенсии. Будем жить. Записки о колорадского таракана из телеграм-канала. Надеюсь, это временно. И скоро мы увидим записки таракана в обычном формате. Очень надеюсь. А слов зовут во двор для перевозки тяжестей. Латинское выражение. Всем спасибо. Особое спасибо таракану.